Продолжение следует... Очень-очень важные слова. Он сказал, я на то родился и на то пришел в мир. Дальше помните, что написано? Чтобы свидетельствовать об истине. Что-то с нашим миром не в порядке, если Бог должен прийти и начать свидетельствовать об истине. Наверняка мы с вами попали в капкан лжи. Иначе зачем нам истина? Но Христос говорит, цель моего рождения поправить мышление человечества, чтобы они увидели истинного Бога, познали истинного Бога, узнали истинный путь к Богу. Иисус говорит, это цель, зачем я пришел на землю. Итак, как мы инфицируемся ложью? Наше мышление и убеждение, на наше мышление повлияло множество факторов. Первое, это грех и падение. Грех погружает во тьму. Люди не знают, куда направлять шаги. Также грех искажает видение. Друзья, когда человек живет во грехе, с ним невозможно даже разговаривать. Если вы знаете там друга, подругу, который живет явно во грехе, вы видите, насколько искажено его мышление. Он далек от истины, потому что грех разделяет его с Богом, а значит и с истиной. Автоятельства жизни могут инфицировать нас ложью. Опустим, горе, скорбь, утраты, лишения. И человек начинает интерпретировать всю действительность через свой личный опыт. Он пережил что-то ужасное. Болезнь, смерть кого-то. Он, может, не справился с этим. И вдруг он видит Бога, других людей, да и самого себя через этот опыт его жизни. Образцы давления, особенно в родительском доме, есть четыре вида насилия. Словесное, эмоциональное, духовное, физическое, сексуальное насилие. Если человек пережил что-то подобное, и вы с таким человеком встречаетесь, вы видите, что его внутри мышление, оно поражено. Поражено неправильным вот таким отношением к нему. И вам кажется, что очень трудно с такими людьми вообще что-то делать. Они рушат все отношения. Особенно, если вы разговаривали с жертвами насилия, вы понимаете, что человек разрушил всю свою жизнь. И думаешь, почему? Описание говорит, каковы мысли в сердце человека, таков и он. Кто мы, что мы, как мы, почему мы, зачем мы, когда мы, это наше мышление. Если у нас что-то не получается в жизни, значит, мое собственное мышление поражено ложью. Потому что истина освобождает, она открывает горизонты. Если я верю в истину, я свободен, чтобы быть и успешным в жизни, и в семейной, и как родители. Но если я поражен ложью, у меня все рушится. Поэтому Иисус сказал, я пришел поправить, прежде всего, мышление человека. Любые образцы давления, как гнев, критика, обзывание. Я не знаю, обзывали вас когда-нибудь или нет. Какими словами? Какие животные у вас в доме живут? Я не знаю. Там собака, я не знаю. или крокодил. Что у вас там живет в доме? Я не знаю. Но если вы ребенка называете, как-то обзываете, постоянно едкая критика в его адрес, вы даже не зная об этом, но вы формируете его мышление и восприятие самого себя. И потом по жизни этот человек сломанный. И он ломает себе все. И вы не знаете, почему. Да вы и сломали его. Он сломанный был уже 12 лет. Потом просто во взрослой жизни все выражается. И непосредственно искушение сатаны. Он отец лжи. Он ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Если Иисус свидетельствует об истине, то сатана – это лжец и отец лжи. Он свои лукавые стрелы направляет в сердце, в мышление каждого человека. Он хочет инфицировать нас ложью. Дорогие мои, если мы ему не противостоим, чем? Твердою. Что он сделает с нами? Он поглотит нас. То есть он будет держать нас под контролем. А вера во что? В истину? В Бога? Вот что нужно противостать или противопоставить сатане. Если мы это не делаем, мы в опасности. Несколько мест из священного Писания. Ложь из-за моего собственного греха. Как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их. В сердце мрак. Называя себя мудрыми, обезумели. Безумными стали в лице Бога. Обманутые. Славу нетленного Бога изменили в образ. Подобный тленному человеку, птицам, четвероногим. Они заменили истину Божью, чем ложью. И поклонялись. И служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям делать еще больше грехов, и сердце их еще больше погружается во мрак невежества. И смотришь, люди мира сего оправдывают любой грех. Как они отчуждены от истины. Сатана уловил их в ложь свою. Суду Господа с жителями сей земли. Потому что нет ни истины, ни ни влосердия, ни богопознания на земле. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их куда? В заблуждение. И блуд действуя они отступили от истины. Живя во грехе, ты не можешь жить в истине. Нереально, потому что в корне всякого греха есть ложь. Подлинно ли сказал Бог, что ты умрешь. Неправда, говорит сатана. Вот она суть греха. Ложь. Как только ты грешишь, живешь во лжи сатаны. И грех нашим сердцем делает наше сердце лукавым и крайне испорченным. Дорогие мои, вот наши сердца лживые, лукавые, испорченные, чем? Грехом. Иисус сказал, это нужно поправить. И я пришел для этого, чтобы свидетельствовать об истине. Ложь также мы сказали из-за пережитой травмы. Пережитая травма потрясает все наше естество. И во время потрясения происходит переоценка всех наших отношений к Богу, человеку, к себе. Дьявол использует травматическое событие, чтобы нас поработить. Иова 1.11. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благо словит ли он тебя? Забери его детей, у него их 10. Убей их. Забери все, что он имеет. Коснись его тела. Не изменится ли его богословие? Понимание Бога не изменится ли? Изменится, братья и сестры? Изменится. Мы начинаем видеть Бога через ту боль, которую пережили. Через те страдания, которые выпали на нашу долю. Изменится богословие. Мы оцениваем Бога, человека и себя на основании пережитого. У нас искажается видение. Моя мама потеряла свою мать, когда я была 3 годика где-то. Вся ее жизнь, она видит всю свою жизнь через эту потерю. Я сирота, никому не нужная, никем не любимая. На что дан свет человеку, говорит Иов, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Смотрите, ответ Бога. Бог отвечает Иову, кто сей омрачающий провидениями, словами, какими? Подожди, величайший богослов мира. Бог оценивает его богословие как что? Слова бессмысл. Пустые, ложные. Почему? Ты видел все через свою травму. Ты видел все и интерпретировал все через это переживание. Илия просил смерти себе и сказал, довольный уже, Господи, возьми душу мою. Почему этот пророк не хотел больше жить? Многие из вас молятся уже давным-давно, Господи, забери меня, я устал или я устала? Почему? Жена не любит, муж не любит. Все, забирай меня, Господи. Так просто. Илия пережил смерть своих друзей, пророков. Да, всех убили, за ним гонятся, его души ищут. Но Богу нужно встретиться с ним один на один, чтобы в течение нескольких часов поправить его мышление. Во всем есть смысл, если есть Бог, если Он тебя ведет, и Он истинна, даже если для тебя нет смысла во всем этом. у Него есть смысл для твоей жизни. Иоанн Креститель, призвав твоих учеников, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? И я в шоке от этого вопроса. Знаете почему? Потому что если мы читаем Евангелие Иоанна, Иоанн Креститель свидетельствую о Христе, сей есть Сын Божий, который берет грех мира на себя. Вот Агнец Божий, говорит Он, идет за мною тот, которому я не достоин обувь завязать. Свидетельство Божие Он слышит, когда Дух Святой видимым образом сходит на Иисуса Христа, и Он говорит, вот Он, Ему должно расти мне умоляться, но здесь ты сидишь в тюрьме, тебе завтра голову отрубят, и вдруг ты спрашиваешь, Господи, где ты? Я другого ждал, не такого Бога, ты ли тот, или нет? Да, если завтра вам голову отрубят, может быть и у вас богословие изменится, дай Бог, чтоб не изменилось. Ложь из-за образцов давления. Так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели ток, волны одевались, откормленных овец заколали, стадо не пасли, слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими как? С насилием и с жестокостью. Друзья, кто вырастал в семьях, где было насилие и жестокость, тот знает, что дальше написано. Тот просто знает, что дальше написано. Смотрите. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись делались пищей всякому зверю полевому, блуждают овцы мои по всем горам. Вот насилие, вот жестокость, вот результат. И дети не могут найти Бога больше. Они блуждают в этом мире и не могут найти обратно путь к церкви. Почему? Потому что в доме пережили насилие, жестокость, их богословие изменилось. и Бог говорит дальше, я сам буду пасти овец моих, изгнанную возвращу, больную исцелю, пораненную оврачую и так далее. Не дружись гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Дорогие мои, а если мой отец всегда был во гневе, как мне не общаться с ним? Я вырос в этом. И к чему я научился? Я научился гневаться. Образцы давления, они нарушают мышление человека. и человек блуждает по путям лжи вместо того, чтобы идти по пути истины. Ложь из-за искушения. Сказал змей, же не нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Боги, знающие добро и зло. Наглая ложь, наглая ложь, но сладкая. кажется, сладкая. Поверили и поняли, что были обмануты. Петр сказал Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль и солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Ты солгал не человеком, а Богу. Что сделал Анания? Он разрешил сатане вложить мысль в свое сердце. Многие люди это делают. Многие люди живут с мыслями не Божьими, а нашего врага, который желает уничтожить нас. Боюсь, чтобы как змей хитростью своей пролистил Еву, так и ваши умы, то есть мышление не повредилось, уклонившись от простоты во Христе или от искренних отношений во Христе. Друзья мои, если у нас нету простых, искренних, доверительных отношений с Иисусом, змей нас уже обманул. Наше сердце закрыто и мы живем во лжи. Семя есть Слово Божие, упавшее при пути, это суть слушающей, к которым потом приходит дьявол и что делает? Он носит Слово. А Слово-то есть истина в Писании. Говорит, что делает сатана? Он уносит истину и с чем оставляет нас? Оставляет нас служью. И мы снова обмануты, чтобы они не уверовали и не спаслись. Библия ложные убеждения. Мы один слайд пройдем и потом будет предложение служения. убеждения убеждения не соответствовали истине. Некоторые пришедшие учили братьев если не обрежетесь по обряду Моисееву не можете спастись. Я уже на первом служении спрашивал вы верите в это? У вас все обрезаны здесь? Или нет? Не все, да? Так смотрите, братья учат. Серьезные братья учат. С иудеи пришли. Там церковь начиналась. Знаете, что братья учат? Ложь они учат. Серьезно? Серьезно? Братья учат ложь. Спасение не в обрезании. А в чем? Или в ком? В Иисусе Христе. Что Христа достаточно? Достаточно, братья и сестры. Не верьте в ложь сатаны. Обрезание никого не спасло и не спасает. Это мы уже прочитывали. Для чего ты допустил сатане вложить сердце мысль? Ты обманут. Сатана тебя обманул. Когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех. Что сказал? А почему ты не промолчал? Глотни. и промолчи. Зачем тебе нужен конфликт с апостолом Петром? Апостол Павел в шоке был. Он смотрел, не может понять. Петр, Варнава, другие братья лицемерят, перестают общаться с язычниками, с ними есть. Мол, мы лучшие евреи, а вы, мол, похуже немножко, второго класса, сорта людей. Апостол Павел был в шоке. Он говорит, я призван защищать благовествование. Что такое благовествование? Это Евангелие. И истину Евангелия он был призван защищать. И он говорит, не мог я промолчать, потому что истина искажалась. Кем? Апостолами. Апостолами, да. Вот наш эталон Писания. Библия наш эталон. И сказал Иисус Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которые дал мне Отец? Что через голову Петра проходило, мы не знаем. Но он решил Бога защитить. Бог сам за себя не может постоять. Он входит, правда, по воде. Через стену пройти может. С деревьями разговаривает. У него нет проблем, все его слушаются. Но здесь я возьму меч, и я буду махать. Бог нуждается в моей защите. Что было в мышлении Петра, мы не знаем. Но мы понимаем, что он был обманут. Иисус говорит, оставь, это мой час. Меч нужны снова. Петра отверт в уста и сказал, истинно познаю, что Бог не лицеприятен. Подожди, а до этого что? Ты не знал этого? Ты не знал, что Бог не лицеприятен? Но ему нужен был определенный опыт с Корнилием, с язычником. Ему нужно было увидеть полотно три раза, которое сходит с неба. Голос Божий нужно было услышать трижды. Закали и ешь. Апостол Петр посмотрел туда, там четвероногие такие всякие, пауки, да, саранча всякая. Саранчу-то они, может быть, и ели, но змеи и так далее. Говорит, не, 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 Господи, никогда ничего нечистое не ел, не буду. Бог говорит, я очистил, закали и ешь, не буду. Кто тебе говорит, Бог, почему ты противишься? Бог тебе говорит, иди действуй. И мы видим, культурное наследство может тебя тоже держать, по крайней мере, твое мышление держать во лжи. И Богу нужно особое откровение, чтобы ты наконец-то поверил истине. Это мы уже читали о несмысленной галатах. Кто прелестил вас, не покорятся истине. Кто этот? Дайте мне узнать, кто прелестил вас, сатана или человек. Я поговорю с ними, говорит апостол Павел, почему вы уклоняетесь от истины в Иисусе Христе? Христе Христе